здравствуйте дорогие друзья я сегодня вкратце вам расскажу историю армении только вначале я расскажу один анекдот встречаются двое один другого спрашивает а правда ли что ашоджан выиграл лотерею газа 24 отвечает второй да правда только не ашоджан а арам джан и не газа 24 а жигули и не в лотерею а в картах и не выиграл а проиграл это очень симптоматичный анекдот это почти что вся древняя история армении которая тоже полноговорками но итак первый вопрос правда ли что существовала древняя армения которая была упомянута трудах древних историков да правда но никакого отношения нынешней армии он не имеет потому что армении так называемые армии эта страна хаястан самоназвание хаястанцев они же не спрашивают друг друга когда видят армениц они спрашивают а есть то есть ты хай и вторая отвечает ха хая то есть я хай само название хай а страна хаястан кстати стан это древнеперсийская топонимика ну как пакистан афганистан таджикистан и поэтому это восточное название и равноязычное название не христианское не европейское а вот нынешняя мнимая армения так и называется на хайском языке хаяста это восточная страна никакого отношения древней армении так что не имеет это знаете как вот нынешние итальянцы это не древние римляне хотя они живут в риме и называется город римпа но и но это другая нация это не римляне и говорят они даже на латинском языке немножко искаженном но это не римляне это как немцы не древние какие-то мифические арийцы которые жили то ли на тибете то ли на то ли в индии один из человек кстати хотел вбить в голову немцев что они вот те самые арийцы это очень плохо кончилось и нынешняя хай тоже абсолютно не древние армяне второй вопрос существовала ли в истории две армении великая армения и малая армения да существовала только не великая большая а другая малая потому что на всех древних картах написано на латыни мажорикус армения а это значит что большая армения одна была большая а другая поменьше и на территории месопотамии и частично нынешней турции так что эти две армии тоже никакого отношения а я стану не имели вопрос 3 осуществовал ли древний армянский город или буни которому 2800 лет или даже 3000 лет это по их словам по рассказам историков армянских айских нынешний ереван ответ да ереван это древний город только ему не 2800 лет он не был построен до рима этому городу 500 лет и он был основан в честь сефивитского полководца ереван глухана поэтому у нас унира вам не риму не ереван или вам эреван в россии так и называли этот город и другой факт этот город вошел в состав россии будучи и риманским ханство и за независимость этого города клали голову головы тюркские войны во главу как во главе которых стоял хан юсейн глухан стоял никто я думаю что не заподозрит юсейн глухана в армянстве сами а я тоже его армянина не назову как же тогда этот древний армянский город если это был ханство мы воевали за независимость этого города тюркские войны опять оговорка но вопрос 4 ну тогда существует же древняя гора армянская гора даже на гербе армении он нарисован ответ да существует но это никакая не армянская гора она на территории турции только его называют аградах тогда вы скажете как же это же гора арара да это гора по библии смысле в библии так написано это армейское название этой горы армяне до 19 века вообще не знали что существование не знали о существовании горы арарата они называли эту гору масис и сейчас тоже ханском языке до гора называется в массе из никакого арарата на ханском языке не существует так что она никакая не армянская древняя гора тем более на территории турецкой республики так вот вопрос почему наши товарищи армяне столько выдумывают исторические мифические какие-то лживые по их нему мнению факты выдумали какого-то ару прекрасного прекрасный в честь него был оказывается построен сады семи рамиды это один из чудес семи чудес почему честь ары прекрасный какой ара прекрасный откуда взялся никто вообще в истории не знает такого человека существовал ли великий тигран 2 до существовал причем тут хаястан кстати имя тигран это персидское имя да и поныне столица ирана называется тегеран товарищи хай вас не смущает такая такое фонетическое сходство с именем тегеран да и концовка фамилия армян сейчас ян ян это тоже персидская концовка окончание фамилии а корень смотрите какой интересно еще один факт утверждение того что хай это не армяне потому что смотрите фамилия например пашинян пашинян от слова паша генераль генерал на турецком языке генерал как штамм армянская фамилия концовка персидская а корень турецкой это что за древний армянин интересно или кучарян например кучарян вообще кучари это на тюркском языке это кочевник так вы же осет ли древний армян почему у вас фамилия такая у одного турецкий генерал паша у другого кочевник качарян на другого третьего древний армян что означает на тюркском языке кузнец так вот вы думаете во времена мне мы великой армении и во времена великого тиграна существовали какие-то пашинян или какие-то мурадьяны или какие-то древний армян скажите нет потому что такие фамилии обосновались с хайском народе после турецкого османской империи так вот тогда согласитесь что эти хайки как раз таки не те армяне потому что там какого пашиняна не могло быть главный вопрос дорогие друзья правда ли один из древних кавказских народов приняло христианство первое в европе да ты так и это не армяне потому что они вообще не кавказский народ армяне жили месопотамии тем более не гаи потому что их вообще не существовало на кавказе а приняли первым христианство это древние народа албанцы конечно наши соседи грузины так что это правда да не та правда спасибо за внимание товарищей и товарищи армяне а а а